Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины». Здравствуйте. 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 Прежде всего, хотел бы спросить вас, как вы прокомментируете последние ракетные и дронные обстрелы врага? Что-то изменилось в их тактике? Ну, понятно, с Киевом у них пунктик, они постоянно шлют туда очень много своих вражеских этих дронов и ракет. Но вот Львов зачем? Потому что Львов обеспечивает такой хаб на западе нашего государства, через который идут серьезные потоки вооружения, техники. В общем, всего необходимо, что Запад нам поставляет. Мы видим, как осуществляются железнодорожные коммуникации, есть попытки открыть воздушные сообщения, хотя в таких условиях это, наверное, очень рискованно. Ну, а пока вот таким образом, поэтому не на все у них уже хватает ракет новых, и не только ракет, а тех же шахетов, беспилотных аппаратов. Но про него они никогда не забывали с начала войны и по настоящее время. И ситуация просто меняется, когда накопились возможности у них, и как они считают, имеют место новые поставки или отследили, например, разведкой определенные перемещения. В это время и происходит нанесение ударов. Я уже неоднократно, знаете, слышал от многих экспертов, что война в Украине – это сегодня прежде всего война дронов. Но когда небольшой аппарат способен уничтожать и ценную технику врага, и его личный состав, вот появилась информация, что украинские военные в рамках проекта «Армия дронов» за два дня уничтожили российской техники на миллионы долларов. Как сообщил вице-премьер Михаил Федоров на видео, вот результаты работы ударных дронов БПЛА «Ахиллес-92 МБР», дронами «Камикадзе», вот они уничтожали врага на Луганщине. По его словам, среди пораженной техники оккупантов, в частности, танк, знидно-ракетный комплекс, бронетранспортер, командно-штабная машина. Вот впечатляющие кадры мы сейчас видим, это ФПВ-дроны, так называемые, да, которых оператор буквально смотрит в очках и видит через дрон, куда он летит. Вот. Но это не все на эту тему. Вот еще одна появилась хорошая, достаточная информация. Пресс-секретарь Укроборонпрома Наталья Сад в Facebook опубликовала фотографию с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, командующим воздушных сил Николаем Олещуковым и директором концерна Юрием Гусевым. Я процитирую. «После успешного применения нашего беспилотника на тысячу километров», говорится в подписи к фотографии. Напряглись в Москве, как вы считаете? Однозначно. В общем-то, ну, во-первых, трудно переоценить роль и значение беспилотных летательных средств, причем как летательных в воздухе, так и платформ беспилотных, которые действуют на земле и на море. Я хотел бы напомнить, что применение беспилотных, ну, таких катеров, аппаратов на море способствовало тому, что впервые в истории ведения войны были нанесены удары по кораблям в Севастопольской обучении. Есть определенные продвижения по платформам наземным, но наиболее распространенные, конечно, это беспилотные летательные аппараты. И с учетом того, что нам союзники поставляют, но у нас у самих, значит, сделаны просто семимильные шаги, приняты на вооружение не только разработки, а приняты на вооружение в конце прошлого года, в начале этого года. И мы видим, как их применение расширяется, причем эффективно. Но здесь надо сказать, что россияне сделали выводы из полуторагодичных войны и пытаются в этом плане как-то нас подогонять или где-то тут достичь своих результатов, пока им не удается. Но тоже, значит, на вооружении у них очень много, и силы обороны Украины учитывают эти возможности противника объективно и находят средства по их уничтожению, такое противодействие. Особенно и случаи, значит, беспилотники, которые действуют на дальности тысячи и более километров. Но, во-первых, в свое время, вот я даже участвовал со Скобеевой до войны, значит, каких-то информационных противодействий, где я им говорил о том, что мы тогда провели испытания нашей Нептуна, нашей Вильхи-М. Говорил, что это начало, что мы ставим на производство, но она говорила, что это только бумажки у вас. Я говорю, вы скоро будет возможность ощутить, значит, эти бумажки конкретно. Как раз разговоры Нептун, Вильхан. Хорошо эта бумажка прилетела по крейсеру Москва, да? Да, и есть же дальше развитие всех этих обстоятельств. Отдельный разговор о том, что, например, беспилотники, которые на Западе, ну, как известно, союзники не дают возможность применять им по объектам, например, даже военным на территории Российской Федерации, право на которые мы имеем по правилам ведения войны, по международному законодательству ведения войны, которые мы не нарушаем. И здесь нам необходимо, и опираемся, в первую очередь, на свои возможности. Так вот, и в том разговоре, я говорил, мы еще оружие получим, которое будет и тысячи, и далее, и до Урала. Ну, там, ВИСК и все прочее. Но дело в том, что, значит, от пропагандистских, в общем-то, их подходов о том, как, где ведется война и какие есть объективные изменения этих обстоятельств, до, значит, победы нашего оружия, которые заводятся сейчас, которые эффективно задействуются, причем во всех видах наших вооруженных сил, родов войск отельных. Здесь мы видим и те удары, там, Бавовнятка или чего-то от двух робких беспилотных аппаратов по башне Кремля до, значит, воздействия по военным объектам, где мы видим и по Подмосковью, и аэродрома Санкт-Петербурга, там, известная, и по Энгельсу, по нанесению ударов, где стояли их бомбардировщики, которые поднимают воздух ракеты воздушного базирования, которые наносят удары по нашей стране. Поэтому, значит, это направление расширяется. Здесь есть перспектива, включено и набирает обороты производство нашего военно-промышленного комплекса. Представитель Госдепа США по военно-политическим вопросам Стэн Браун заявил, что возможная передача Украине истребителей F-16 будет проходить в два этапа. И вот первым шагом должно стать получение лицензии на обучение летчиков. А уже после этого будут определять, каким образом самолеты будут переданы Украине третьей стороной или иным способом. То есть здесь важно соблюсти еще определенные юридические процедуры. Правильно я поняла? Это здесь просто позиция политическая, американская, связанная с тем, что все это будет когда-то в перспективе, к концу этого года Абрамса, в начале следующего и точно так же самолетово и так далее. Там информационно-политическая игра связана с глобальными подходами взаимоотношений США с Российской Федерацией, где как бы чего ни вышло, перейти к красному черту, а не применят Путин ядерное вооружение или произойдет эскалация. Поэтому, ну, говорят тогда, как говорят, Байден сказал, что в НАТО будут принимать ничего там, никаких ослаблений этого не будет. Перед поездкой Блинкина в Китай надо было так и так далее. То есть надо здесь критически относиться к их высказываниям и иметь в виду, что многие показывают на более поздние сроки применения, а появляются вооружения и эффективные применения раньше. Здесь есть смысл. И если за счет этого достигается неожиданное применение вооружения, которое позволяет эффективно применять это вооружение, то, конечно, информационное средство наше играет в эту американскую игру. Но на самом деле мы видели, как применялось и пример тому, что Патриот когда и как завели и, значит, чему это привело. Я думаю, еще слово будет за сам Ти из-за авиации и так далее. То есть хорошо, пускай противник расколаживается и готовится там к концу, следующего, в начале, на весну. Там есть у них специалисты, офицеры военно-воздушных сил американских, которые говорят, вот эффективно будет весна следующего года. Их подход от затягивания этой войны, о том, чтобы не решительно и быстро, нам известно. У них сложная трансформация происходит в этом смысле. Войны, значит, его характер и ведение, ну и особая, как они считают, глобальная миссия в этом, а нам ковать свое. И вот в своем, конечно, по максимуму используют эти возможности, и эти процессы, конечно, ускорять и эффективно используют. Так что критически надо относиться к этим посылам, к их заявлениям, что мы с вами и делаем. Украина сделала у Австралии запрос насчет истребителей F-18. Вот об этом сказал посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко. И украинский дипломат отметил, что был сделан первоначальный запрос просто о состоянии примерно 41 самолета. А что вы скажете вот об этих истребителях? Я говорю о том, что, видите, тоже, значит, идеологически как бы только F-16, вот когда это будет, за конец этого, следующий и прочее. Но когда другие страны посмотрели, во-первых, по сути, что надо помогать сейчас уже, тут американцам некуда деваться, и оппозиция их в Конгрессе подталкивает администрацию Байдена, чтобы происходило это. Кроме того, там есть очень серьезная конкуренция посредством, в частности, по противовоздушной обороне. Смотрите, противостояние Айрис, Ти, Шольца, в поставках нам сам Ти. Макрон не видит, что их средства франко-итальянские, значит, активно будут заводиться в будущей противовоздушной и противоракетной обороне Европы, что очень важно, есть конкуренция. И точно так же срабатывает и по поставкам самолета. Если американцы на все накладывают ограничения, ну, конечно, ссылается с разрешения F-16, то, значит, все более активно. Остальные союзники европейских хотят видеть свои виды вооружения у нас, в том числе и самолеты. Поэтому, видите, спектр уже расширился от F-16 и больше, а конкуренция, она приводит даже в военно-политической сфере, это имеет место. А нам это выгодно с точки зрения того, что не ждать, когда мы там наберем эти 50 самолетов F-16, там, с американской, значит, дозвил разрешение лицензии и все остальное, то заявляют другие, те же шведы с гриппинами, ну, австралийцы, хотя Хорнета... А Хорнета, в общем-то, лучше и важнее для нас был бы, потому что он не такой нежный, как и F-16. У него, значит, два двигателя, более надежный, больше берет вооружений, более мощное шасси, это, значит, самолет авианосный. Я был на американских авианосах, видел, как они садятся, взлетают, его возможности. Поэтому, конечно, принимать надо решения, принимать таким образом будут быстрее и больше самолетов, а, значит, будут быстрее и более эффективны появляться наши возможности авиационные. Поэтому здесь вокруг этого есть, по сути, действия, а есть действия вокруг этих поставок и этого обеспечения. Это тоже надо иметь в виду, потому что европейцы уже, значит, рассматривают возможности и Еврофальтеры, и даже Миражи, и Торнадо, и так далее. И это хорошо с точки зрения того, что нам необходимы быстрые и массивные поставки новых видов вооружений. И это срабатывает. Игорь Александрович, вот не кажется вам, что россияне чувствуют себя в каком-то, знаете, игровом компьютерном симуляторе, а война вот для многих из них, ну вот, как какой-то, не знаю, контр-страйк, что ли. Вот как еще объяснить их вот радость по поводу тяжелого ранения генерала Залужного, который, как оказалось, да, в добром здравии проводит совещание в группах войск на передовой. И еще вот всех, знаете, поразил вот этот символ у него интересный, этот магистр йода, как бы знак светлой стороны силы, вот, чему сейчас все очень в сети это перепощивают. И подчеркиваю, что действительно Украина и украинские командиры, они на светлой стороне силы. Вот сейчас мы как раз видим это, видим видео, где генерал Залужный проводит совещание в одной из группировок наших войск на передовой. И, как видим, совещание проводится спокойно, без лишней суеты, без шума, как вчера говорили эксперты, без лишнего вот этого щелкания каблуками, знаете, ведь без этого советского держиморства, которое было когда-то. Вот собралась группа людей, которые спокойно делают свою работу, да. И вот сейчас на этих кадрах где-то мы должны увидеть, по-моему, вот этот знак как раз, да, вот мы видим у генерала Залужного значок на форме в виде магистра йоды. Вот. Ну, так что, видим, он в добром здравии продолжает, продолжает бить врага, продолжает командовать. Вот. Ну и, конечно, и кома после ранений, даже смерть главного разведчика Кирилла Буданова из той же оперой. Вот. Радовались россияне, радовались. А тут глянь, и, как пишет уже так, шутливо, обновленная версия генерала. Теперь уже с новой прической, и вот видим, как он встречается с послом Японии в Украине. А вот что у россиян происходит? У них какой-то сбой матрицы, да? Вот. Кстати, позавчера вот Кирилл Буданов сказал обо всем этом в шутливой форме, что в Украине уже, ну, создают отряд бессмертных, так называемых, да, которые будут преследовать россиян в страшных снах. Мы имеем место оценки их пропагандистской деятельности, причем неуклюжей достаточно, в которой участвуют политические, военно-политические представители российские, и лично возглавляет Путин. Посмотрите на Санкт-Петербургском форуме, каким образом он давал эту информацию, значит, там, доставал где-то там из кармана бумажки, на котором что-то как-то давали, и там, в общем-то, заведомая ложь и с Патриум, и с нашими потерями, и со всем остальным. Поэтому здесь особенно нового ничего нет. Надо мельком как бы показывать их несостоятельность в этом, их, вот эту ложь на всех уровнях и видах, сосредотачиваться на главном для нас. Вот эпизод с тем, что наше военное руководство, главком, начальник генерального штаба, вот, и вся эта команда, она прибыла на наиболее сложные участки проведения наступательных действий, поскольку проводится сейчас начальная фаза этого наступления, она имеет свои особенности. Здесь, в первую очередь, сосредотачиваются силы на продавливании на определенных направлениях с учетом потенциала системы обороны противника. Для нас принципиальные здесь результаты тактического уровня имеют место. И оценки ситуации не только на запорожском направлении, где наступательные действия, а также, значит, на территории Херсонской области, где подсыхание затопленных территорий осуществляется, и эти территории могут также использоваться при введении боевых действий. Также иметь в виду, что противник активизировался на восточной части нашего фронта, Луганская, Донецкой области, на направлениях Кременной, Сватова, Авдеевской, Бахмутской, Маринской, где противник принимает усилия по штурмовке на определенных. И вот в этих условиях надо оценить эту ситуацию нашим военным руководством свои силы противника, изыскать слабые места, нанести по ним удары, огневое поражение, и приступать, возможно, к заведению хотя бы оперативных резервов для того, чтобы достигать дальнейших целей проведения этих операций. Это очень важно, это сейчас есть такая серьезная необходимость. С пониманием к этому относятся наши союзники, и вот это мы наблюдаем сейчас и в манере в такой, значит, совсем не как это осуществляется у россиян, наследников советских подходов, где там разносы, где... Почему уже у них погибло более 15 генералов? Да потому что, значит, прибывают, не доверяют внизу по информации, самоведвигаются на передовую, пытаются там разбираться, делать те же разносы. Наша разведка это дело выявляет, наносим удары, и они гибнут, у них таких потерь по высшему офицерскому составу не было давно, исторически, скажем. Вот потому что отличаются методы управления, это принципиальный вопрос, как это происходит у нас, в силах обороны Украины, и как делают это россияне. Это отражается на подготовке и на введении боевых действий. Хотел бы еще один вопрос задать вам. Сообщается, что Украина вернула трех военнопленных, которых Россия передала в Венгрии. Всего сообщалось об одинности украинских военнослужащих, переданных этой стране. Могли вы прокомментировать эту странную ситуацию? Как я понимаю, здесь речи о каких-то Женевских конвенциях вообще не идет. Ну, Венгрия это пятая колонна в европейской среде, а в натовской среде антиукраинская колонна во главе с Орбаном. Союзники, так сказать, и члены этих организаций, и ЕС, и натовские говорят о том, что по окончании завершения войны необходимо пересмотреть и определенным образом принимать меры. И сейчас мы же помним, что семь лет в Венгрии не давала нам проводить работу Украина-НАТО. После Рамштайна это было проведено, причем предоставление следующего статуса не просто комиссии Украины-НАТО, а формирование Совета Украины-НАТО, где практически Украина будет принимать участие во всех решениях, перспективах и так далее. И таким образом алгоритм действий продумывается в этого Совета, что Венгрия не может его срывать, как это делало на протяжении семи лет. Пример этот понятно, что 11, они правительство пытается быть в стороне, хотя есть заявление вице-премьера Венгрии о том, что есть военнопленные на территории, они это приводят в плоскость того, что были задействованы религиозные организации, то есть Российская Православная Церковь и магистрат религиозной организации Венгрии, а правительство как бы в стороне таких процессов. понимаем о функции государственных структур, в частности Министерства внутренних дел этого государства и обороны, то есть международные обязательства, где определены, каким образом действовать. Венгрии нарушили их и за это с них конечно надо распрасывать то, что им ничего нельзя спускать, потому что они понятно, что находятся под воздействием Российской Федерации, это вредит борьбе нашей за независимость нашего государства, и поэтому к ним должно быть соответствующее жесткое отношение со стороны Украины и наших союзников. Мы будем конечно внимательно следить за этой ситуацией, а вам большое спасибо за вашу экспертную оценку. Напомню зрителям Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины» был в нашем эфире. Всегда ждем вас на Фридоме. Спасибо. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Фридом. Фридом только то, «Закроем небо»